Я долго не могла дождаться своей посылки, но я не названивала, когда же она будет, потому что сейчас все, что с доставкой на дом, завалено работой, так что я терпеливо ждала несколько дней. И это что? Кофемашина! Давайте распечатывать. Какая огромная коробка, я даже не ожидала. Приветики! Я выбирала кофемашину по вашим рекомендациям, причем некоторые девчонки работали баристой, и вы говорили, что это очень классный вариант. Как оказалось, у моей мамы тоже. Баллонки кофемашина, и она говорит, что это был лучший подарок себе от себя же. Но у меня тоже самое, надеюсь, что я буду довольна. Я аж сначала переживаю, что она займет много места, но оказалось, что в основном все вокруг это только упаковка, а сама кофемашина должна быть компактной. Беленькая вот эта еще снимется, это голубая пленочка, то есть там будет просто серебро и еще где-то контейнер для молока. Я все-таки решила переставить кофемашину в другую часть кухни, для того, чтобы она не разделяла рабочее пространство на какие-то маленькие островки, на которых мне будет неудобно работать. А эта часть кухни у нас как-то не слишком задействована, если честно. Ну вот здесь я люблю примаститься. Но как-то в этой части, в этом уголке, конкретно муж складывал какие-то там безделушки, при том, что у него здесь целая огромная полка, выделенная только для его барахла. Точно так же у меня есть свое место, я вам как-то показывала. Я думаю, что я буду разбираться, и надеюсь, что завтрашнее утро я начну со свежесваренного кофе в новой кофемашине. Также я купила кофе. Посоветуйте мне, пожалуйста, кто любит не кислый кофе, какой вы покупаете, в зернах или перемолотый, потому что я вычитала, что здесь можно использовать как перемолотый кофе, так и делать свежий помолк для каждой чашки. Это насколько я поняла. Это не точно. Лучше читайте все характеристики, и если хотите, я найду для вас конкретную модель. Название оставлю в инфобоксе. При покупке кофемашины автоматически мне было подсказано это средство, даже написано по-русски, антинакипин для кофемашин. Я решила сразу его приобрести. Когда он нужен будет, то пока закажешь, отдельно за курьера платить и все это дело. Так что теперь у меня есть целый набор. Еще что-то. Ага, я докупила трехлетнюю дополнительную гарантию на эту кофемашину. Покупала в Медиамарк. Ну, цены у нас приблизительно везде одинаковые. Там плюс-минус несколько долларов, скажем так. Нет такого, что где-то она стоит столько, где-то там на порядок дешевле. Так что я просто взяла в проверенном магазине, скажем так, потому что не раз там что-то покупали. Иду изучать инструкцию. Пожелайте мне удачи. Вчера Захарда остался, пятый раз говорю. Целый пакет с конструктором Лего, который был разбомблен. Я нашла инструкцию онлайн, потом оказалось, что и дома также у нас сохранилось. И мы построили все вместе. Открываются двери. Все не хватало на это времени и терпения. А теперь вот сели в принудительном порядке и занялись еще и полезным делом. Старая новая игрушка. И целый день играются. Их не слышно и не видно. Иду готовить обед. Современные игры. Это весной. Через заборы на большом расстоянии. Захар даже игрушки вынес. Природа удивительная вещь. То ходишь, мерзнешь и ночью минус 6. А то настолько тепло, что ходишь даже без обуви. И вот вымота терраса, потому что есть свободное время. Также все расставлено, разложены подушки. И их еще нужно постирать. Но сегодня я, пожалуй, этим уже не стану заниматься. Как тебе новая студия, мама? Норм? Да, отлично. Ты как король. Мне нужно скрыться куда-то от шума. Поэтому я принесла многое на последний этаж. Поставила кресло. Подвинула пальму, лампу. И сегодня видео буду снимать здесь. Я думаю, что в ближайшее время здесь я останусь. Это так удобно. Встала одним нажатием кнопки, заварила себе кофе. И, кстати, кофе очень вкусный получается. Но об этом чуть позже. Когда я попробую все функции. И я надеюсь, что минусов мы для себя не ловим. Вчера вечером пекла бананово-шоколадный кекс. И в жизни он как-то выглядит аппетитнее, чем сейчас в камере. Не знаю, не фотогеничный товарищ. Но самое главное, что это очень вкусно. И ингредиенты все супер простые. Оставлю вам ссылочку на видео с рецептами, которые я, надеюсь, уже опубликовала. И сегодня спросила у Захарчика, что он хочет на завтрак. Потому что он у нас ранняя пташка. Встает раньше всех. Иногда он что-то перекусывает сам. А иногда дожидается меня. Он говорит, мама, я так хочу тот пирог, который ты испекла вчера. Так что отрезала ему два кусочка. Он очень сытный. Налила молоко. И даю ребенку есть. Доброе утро. Только позавтракала и накормила малышню. Они сейчас играются. Потому что вчера приехали их новые наборы лего. Они допоздна собирали, а сегодня играются. У нас чудесная погода. Так солнечная. Но за окном такой дубарь, что даже не хочется высовываться на улицу. Мы, в принципе, можем выйти погулять в наш дворик. Но как-то не очень приятно. Знаете, не очень комфортно. Но пока они там играются, я буду заниматься домашними делами. Кстати, напишите, какие у вас ощущения. Скучно ли вам на карантине? Ищите ли вы себе занятия? Лично я от себя могу сказать, что у меня такое впечатление, что у меня еще меньше свободного времени. Что я еще больше как белка в колесе. Потому что раньше дети завтракали и обедали в детском саду. Муж также на работе. И в основном я готовила ужин. Ну, то, что оставалось с ужина, я могла съесть на обед. Ну, вот как-то так. А на завтраке только для себя ничего особого не выдумывала. То творожок ела, то овсянку. А дети хотят какого-то разнообразия. Что-то они не любят. Вот овсянку, например, никто кроме меня есть не станет. И вообще, творог тоже. Не представляю себе, что в этом их сел и съел творог. И вот, девчонки, я не знаю. Напишите, пожалуйста, что я не одна. Она заканчивается, вторая неделя вот этого домашнего заключения. А у меня в детской ванной комнате столько стирки скопилось. И все не доходили руки это поскладывать. Вот не поверите. Тут просто гора передо мной. Я думаю, что как раз сейчас я этим займусь. И каждый день еще больше уборки, потому что тусуемся дома. Потому что откуда-то берется вот эта пыль. Потому что вечно разбросаны игрушки. И мы уже как-то закрываем глаза на многое. Главное, чтобы они были заняты. Если уж так совсем по-честному, то себе я всегда найду занятия. Как ни по дому, так что-то по работе. То для себя, то для ютуба что-то сделать. А самая большая головная боль, это чем занять детей. И пока вы слышите, что они даже не ругаются. Даже нет криков, воплей, визгов. И никто меня не зовет уже целых полчаса. Поэтому я скорее начинаю складывать. Потому что работы у меня непочатый край. Вот вы часто пишите, что у нас дома идеальный порядок, такая чистота. Нет, это не всегда так. Просто вы должны понимать, что вне камеры очень многое остается. Потому что оно вам надо, но у нас регулярно такая ситуация наблюдается. Честное слово. Я думаю, что следующее включение с голосом будет только через час, как минимум. О, идеально. На канале Собчак как раз вышло часовое видео. Что за бурятинский твинпикс я без понятия. Ну, послушаю. Девчонки, нет, я не глажу детскую одежду. Я не глажу постельное дерево. Добрый день, добрый день, добрый день. Понимаете? Добрый день. Стоп, стоп. Что ты сейчас делаешь? У меня на это не хватает времени. Мало того, когда хорошо разровняешь вещь, я сижу на полу, потому что он чистый. Вот. Мы как раз убирались, пылесосили, протирали все, делали влажную уборку. И вот когда разровняешь вещь, на самом деле это все гораздо быстрее происходит. И потом складываешь вот таким образом, как Marie Kondo, то потом она еще и сама как бы выравнивается под прессом. Потому что все вот так вот складываешь. И получается под прессом небольшим все само по себе немножко разглаживается. И остальные вещи, которые большие, там, допустим, я развешиваю. Вот. Такие кофточки, особенно Захаркины. Я же вам говорила, что нужно пользоваться свободным временем. Потому что разнородно сступает. Короче, смотрите. Вот если это длинная рука, это пижамка как раз. Пижамки я складываю, они развешиваю, даже если они большие. У Захара вещи на рост метр 22. Но сначала так складываю, дальше вот так. И по такому же принципу, кстати, футболки. Я знаю, какой высоты у нас выдвижные шкафчики в шкафу. Поэтому я немножко по-другому делаю, чем у Марикондо. Иначе они у меня не помещаются. Дальше в половинку. И еще раз. Опа! Даже если мало вещей в шкафу, то все равно это все не падает. Чем дольше оно так постоит, еще больше спрессуется. Но падать не будет. То есть я забираю, забираю, забираю футболочки или пижамки. И все-таки остается в таком положении. Вот такие дела спустя 30 минут. Игнашины вещи. А это все Захаровские футболки. У него их гораздо больше, потому что Захар пачкается просто за трой. Сейчас должна играть песня. О боже, дай мне сил. Поехали! У меня есть один единственный способ складывать носки, которые я вынесла из нашего семейного дома. То есть так делала моя мама, и я продолжаю так делать. Просто складываю их, скручиваю в калачек, вот, и потом продеваю, чтобы они как-то не распадались. И вот таким образом мы их храним. Но я считаю, что я справилась с заданием отлично. В ближайшие недели можно спать спокойно. Единственное, что я так и не нашла пары к большинству носкам, я не знаю, это какое-то проклятие. Если у вас есть какие-то хитрости, лайфхаки, как складывать носки, поделитесь со мной. Здесь сверху у меня еще хранятся мои какие-то принадлежности для укладки, что-то для макияжа. Потому что я иногда умываю здесь, или после съемок сразу же снимаю у себя весь макияж смываю. Вот. А, еще знаете, что я вам не показывала? Кто со мной давно, тот, конечно, в курсе. Но у меня также много новых зрителей. Это детская ванная комната и душевой кабиной. Здесь мы крайне редко пользуемся. Потому что удобнее сейчас мыть детей именно в ванной. Но, что я хотела сказать. Видите, в большей части ванной комнаты у нас такая большая плитка. А вот где унитаз, вот это вечно просто заляпано, зацапано. С этим невозможно бороться. Тем более сейчас. Короче, там где бачок, у нас до самого потолка вот такая плитка в виде сотов. Раковина и тумба у нас из Икеи. И мы, в принципе, этим всем довольны. Нет никаких нареканий. Сюда шли такие стандартные ручки, черные обычные. Они долго были здесь. А потом я как-то зашла в Тикой Макс и увидела вот этих пчелок. Мне показалось, что они сюда прям так в тему подходят, что я купила. Они продавались наборчиком. Такие прикольные. Сразу все так как-то более оригинально. И хотела сделать небольшой апдейт. Когда мы делали ремонт, мы все сомневались, нужно ли на каждом этаже делать биде или вот такой душ. На самом деле это настолько удобно. И вот эта штукенция еще удобнее, чем само биде. Потому что им пользуешься не только после всех дел. Но также, например, когда убираешь. Очень классно, например, споласкивать туалетную раковину. Ну, унитаз. Вы поняли, да? И также, когда нужно набрать куда-то воды. И вообще у нас нет никаких претензий, никаких вопросов по поводу использования этого в качестве замены биде. Очень универсальная штука. И если вы думали, то я могу советовать. Это очень хорошее решение. Наверное, каждому узнать ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Мы дала какую-то почву для размышления. Я каждый день, на самом деле, об этом думаю. Помните, я как-то вам рассказывала, что у нас с Захаркой, ну, не то чтобы прям сильные какие-то психологические проблемы, но есть моменты, на которые я не знаю, как реагировать. Вот. Он мог что-то очень резко сказать. Он мог сказать что-то обидное. Что-то вот такое обидное сделать. Причем тоже поступали жалобы из детского сада. Перед карантином я нашла уже психолога в Кракове. И, к сожалению, у нее очень плотный график, и мы договаривались с ней проводить эти сеансы в выходные дни. Я думаю, что... Я постараюсь, в любом случае, вернуться к этому вопросу, когда уже все выйдут на работу. Потому что мне нужно время только для себя, чтобы в течение 22 часов я могла спокойно побеседовать, чтобы тоже ребенок многого не слышал. Вот. Ну, и чтобы я могла как-то сосредоточиться на этом. Вот. И сейчас как-то Захарушу две недели дома, причем мы не ходим к бабушкам, к дедушкам, я могу за ним понаблюдать, я вижу, что его поведение меняется. И вот может казаться иногда, что я там как-то теплее отношусь как-то к Игнату или больше его показываю. Регулярно мне пишут какие-то такие вот обвинения, даже можно сказать, в мой адрес. Но, вы понимаете, Захар особенно раньше очень не любил сниматься, и я его ни в коем случае не могу к этому принуждать, и не хочу, и не буду. Поэтому внимания они как такового получали больше. Игнат больше любит ласку, Захар совершенно другой. Они абсолютно разные мальчишки, но я как мама старалась быть одинаковые мамы для Захара и для Игната. Просто с Захаром больше, наверное, строже нужно быть, и вот ему нужен такой четкий порядок, да, иначе он просто садится на голову. И вот сейчас, когда они постоянно со мной по большей части, да, дома к дому, но я его сегодня видела только тогда, когда он обедал, и утром мельком, когда он шел наверх работать. Реально у него сейчас очень напряженный рабочий график, и ему нужен покой. Вот ему нужно очень много внимания уделять там цифрам и все четко просчитывать. Вот. Или что он там делает. Иногда у него какие-то конференции. Ну, короче, он сюда спускается к нам не так часто, и я это понимаю, я это уважаю, и точно так же с его стороны. Но Захар настолько сильно успокоился, и я вот думаю, есть несколько моментов. То ли он требовал больше внимания, что вполне возможно, то ли его что-то не устраивает в самом садике, то ли ему гораздо спокойнее, когда мы никуда не бежим, никуда не спешим. И вот, когда раньше просто все ходили в садик, там, да, мы знали, что нас ждет месячный перерыв, то есть у нас не было месяца, у нас в течение года один месяц чисто вот каникул. Ну, у нас на работе не получалось так, чтобы у нас был отпуск в это время, то есть особенно у Томака. Вот, и все это, опять же, падало на мои плечи, вся вот эта готовка, и казалось, что, боже, как я выдержу месяц, как я все это буду совмещать. И там моя мама помогала, иногда можно было отвезти дедушки. Малых, это при том, что не было никаких ограничений, это при том, что это лето, что даже там, ну, пусть до трех часов дня занято, потом можно ехать и на пляж, и на велосипеды, да куда угодно, даже в парк просто поехали с детьми. И тогда это казалось каким-то тихим ужасом, и когда нам еще сказали, что в школе будет два свободных месяца, ну, то есть нужно будет даже Игнашика, при том, что у него как бы начальный подготовительный класс к школе, все равно у него уже будет только, не только, а аж два месяца каникул летних. И вот сейчас, когда я сижу с ними, по сути дела, то же самое еще и с более жесткими ограничениями, я понимаю, что все нормально, все можно даже не то, чтобы вынести. Потому что есть мамы, которые постоянно так работают, постоянно так занимаются и бытом, и дети тоже не ходят в детский сад, и все только на них. И муж вообще не занимается там никак, не помогает в воспитании детей, не ходит там за продуктами куда-то, не помогает с покупками, с запасами, с уборкой. Девчонки, это очень-очень большой труд. Вот моя мама, допустим, да, она всегда всю свою энергию направляла только на нас, на быт, на детей. Вот папа зарабатывал деньги, а мама была всегда его опорой. Вот дома для него это было, знаете, как такой его островок счастья и беззаботности, наверное, даже какой-то, ну, именно в бытовом плане, да. Вот так, конечно, он всегда за нас очень сильно переживал. И мама всегда ходила на все там собрания родительские, ну, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. И я даже рада, что сейчас с Томиком мы каждый вечер проводим вместе. Вот даже был такой период, причем незадолго до того, как все вот это бомбануло, и нас закрыли дома в принудительном порядке, Томик постоянно приезжал домой в полвосьмого и говорил, я не хочу так жить. Говорит, я не выдерживаю, я буду работать за меньшие деньги. Говорит, ну, я не хочу, у меня нет сил, я встаю рано утром, я приезжаю, мне уже вообще ничего не хочется. И, наверное, вот, знаете, для многих это такой толчок для каких-то изменений, для переоценки каких-то жизненных ценностей, для того, чтобы поменять немножко свой образ жизни, для того, чтобы переосмыслить вообще все то, что происходит с нами, вокруг нас. И говорят, что после этого карантина будет повышена и рождаемость, и также количество разводов, потому что люди наконец-то остановятся в этом, в истекшуру, в гонке крыс, да, и столкнутся с реальностью, поймут, с кем они живут, вообще, что у них есть дети. Конкретно в моем случае я как бы и так это знала, потому что я постоянно с ними, и, наверное, даже Тома, как папа, много внимания им уделял, но просто много какой-то энергии мы отдаем на то, чтобы там заработать, оплатить ипотеку, там, т-т-т-т-т-т, и каждый день у тебя, как день сурка. Каждый божий день точно такой же. Сейчас, сейчас происходит то же самое, еще и поклеще, но просто, знаете, это как вот так встряснуть ребенка, да, то он что-то там лепечет, лепечет, кричит, плачет, истеричит, а то его так, типа, алло, проснись. Это вот то же самое, что сейчас происходит, и потом, знаете, так смотрим с другими глазами. Ну, а теперь пойдем в детские комнаты, рассмотрим, что в итоге у меня получилось. Я надеюсь, что это вдохновит вас, если вы еще не пользуетесь таким методом организации. Когда я выбирала детскую мебель, то мы присмотрели эту в Икеа, и я подумала, что это очень хороший вариант именно на несколько лет до подросткового возраста. Сюда помещается все необходимое. Я вот как разложила все два года тому назад, так и придерживаемся такого порядка. Действительно, ты понимаешь, насколько это удобно, насколько это логично, и, в принципе, могу сказать, что у нас никогда нет здесь какого-то беспредела. Одно дело, когда ты в эйфории, и все раскладываешь, когда переезжаешь. Но хочу вам сказать, что это работает. Значит, все кофты побольше, какие-то пулловеры с капюшонами особенно, или все, что на замке, я стараюсь развешивать. Также во второй части там рубашки, сейчас тоже заглянем. Вот, все остальное я складываю так, как вам показывала. Честно, один раз так сложите, посмотрите, эта система начнет работать на вас. Здесь футболки, причем мы их носим и зимой под кофты, и также летние вещи получаются. Это были шуртики. То есть я создала порядок, все перебрала во всех вещах, то есть на все сезоны. Это все вещи, которые есть у детей. Это кофточки с длинным рукавом, которые мы в основном носим или дома, или когда прохладно. Ну и, понятное дело, в детский сад. У нас очень много одежды. Нужно именно в детский сад, потому что только три комплекта, ну минимум два, должны лежать на всякий случай именно в детском саду. Здесь джинсики и также всем спортивки. Белье, пижамы, точнее здесь только белье, носки, брусики лежат и пижамы. В выдвижных ящиках лежит постельное белье. Внизу вот там я поскладывала какое-то термобелье. То, что нам сегодня, не сегодня, но и сегодня, и в ближайшем будущем тоже не пригодится. И джинсовая куртка, которая ждет теплых весенних дней. И даже на лето для нас это действительно незаменимая вещь. Конечно, было бы классно разгладить все рубашки, но слушайте, без фанатизма. Здесь вот я собрала целый пакет вещей, которые нам малы. Одни спортивные штанишки, которые протерты до дыр. Все эти вещи, они в очень хорошем состоянии. Я аккуратно поскладывала. Понятное дело, они постираны. И потом, когда можно будет выйти, мы их отвезем. У Захарчика очень похожая система хранения. Кстати, вешалки у нас из Икеа. И они выдерживают джинсовые куртки. Можно еще что-то повесить. Но я стараюсь, чтобы на одной вешалке была одна вещь. Скажу вам честно, что Захарке придется менять шкаф года через два максимум, потому что большие вещи здесь уже сложнее хранить. Конечно же, можно все развесить, и тогда вообще нет никаких проблем. Но у нас все не помещается. Вот здесь в выдвижных ящичках тоже все складываю. Футболки. И вот, смотрите, если много футболок, то они большие по размеру. И вот если еще в один раз их сложить, то тогда они занимают больше места, и начинает все быть немножко проблематичным. Или же нужно их делить на два выдвижных ящика. Ну, как бы, тут смотрите сами. У нас пока что все помещается, но я понимаю, что со временем нужно будет менять шкаф. Мы были к этому морально готовы. Здесь пижамки. Что еще? А, белье. И спортивки, и вообще все штанишки. Лежат, все поместилось, все постирано. Фух. Так хочется какой-то нормальности, что как только пригрело солнышко, мы тут же вышли на террасу пообедать. Сегодня также немножко больше времени. Мальчики попросили бургеры. Я попыталась что-то сообразить, но у нас были и булочки дома, и шпинат. Ну, короче говоря, сегодня у нас просто пир. И пусть весь мир подождет, знаете как. Но ничего, радуемся мелочам и стараемся создавать сами себе какую-то приятную и позитивную атмосферу. Такая тишина, потому что Захарка наверху сидит и раскладывает лего по цветам. Вечером Томак обещал, что они будут продолжать отстраивать все то лего, которое мальчики бы разбомбили на протяжении нескольких лет. Когда Захарчику было года два, Томак начал в каком-то ненормальном количестве, нездоровом, я бы даже сказала, покупать ему лего. И потом, через несколько месяцев до меня дошло, что сам сбор лего доставлял Томаку какое-то колоссальное удовольствие. Его это успокаивало, его это расслабляло. Он мог прям до ночи, до трех часов ночи сидеть, собирать огромные базы Захару. А двухлетний ребенок, во-первых, это всегда было, знаете, небезопасно. И я там ходила и тряслась над этими всеми деталями. Но до Томака это не доходило. Он продолжал покупать, покупать и покупать. Но у ребенка такие ручки, что он еще не может все удержать. У него это регулярно падало. Вот, и поэтому все разрушено. А сейчас у нас так много свободного времени, именно по вечерам. И тоже выходные дни мы никуда не ходим. Так что будем отстраивать. И мамочки, если у вас также лего на килограммы, то онлайн есть все инструкции, даже к старым наборам лего. На заметочку. Вот, сегодня такой день, когда мне захотелось какой-то нормальности, я даже накрасилась, надела белую рубашку. Так я не хожу по дому в белой рубашке, тем более не готовлю. И с детьми не сижу в таком виде, элегантном. Моё максимум сейчас это чистый спортивный костюм, хвостик и подкрашенные брови. Иногда наношу легкий тональный крем, чтобы все лицо не покрывалось прыщами. Я вам говорила, почему я так делаю. Так, интересно, что там происходит. Буду делать вид, что я не слышу и не замечаю никакие движения. Что я хотела вам сказать? А, вот, в инстаграме я сказала и показала свою кофемашину, и вы меня так засыпали вопросами, что я даже не ожидала такого интереса и такого ажиотажа. Оказывается, многие из вас не знают, как выбрать, и я в вашем числе. Спокойно. Благодаря моим зрительницам я выбрала ту кофемашину, в которой очень классный, вкусный кофе, даже лучше получается, чем во всяких вот этих кавьярнях, как это, ну, типа как кафе, да, кофейнях. Вот. И очень часто там был какой-то такой слабоватый кофе, и девчонки, кто работал баристами, говорили мне, что вот этот бренд DeLonge или DeLonge, все читают по-разному. И еще сейчас, как перековеркаю, название напишу вам еще здесь. Jura, Jura в Польше говорят, ну, это один из самых таких популярных брендов, и на их кофемашины также хорошие отзывы, но они на порядок дороже. И когда девчонки мне начали писать, что у нас там DeLonge 5-6 лет, некоторые писали, что 8, и они очень простые в обслуживании, и также вы мне подсказали, что очень удобно, когда вот этот стакан для молока, а я люблю именно капучино или латте, когда он не встроен. Там автоматически чистится встроенная трубочка, а то, что снаружи, можно спокойно помыть проточной водой или же поставить в посудомойку. И если молоко вот этой части остается, то ставим в холодильник. Что-то еще туда можно засыпать, как целые зерна, то есть она их перемалывает, и также перемолотый кофе. Конечно же, можно сделать как черный кофе, крепкий маленькую чашку, так и стандартный черный кофе. Капучино, я уже вам сказала, регулируется высота пенки, то есть сильно взбитое молоко или не очень. Написано, что также можно использовать для растительного молока, но девчонки мне писали, что не каждое молоко взбивается. Так что тут не подскажу, я пока что делала только на обычном молоке. Из технических моментов также я запомнила, что можно делать как слабый кофе, так и крепкий. Вода заливается удобно, но если кофемашина стоит под шкафчиком, так как у меня, то не очень удобно засыпать кофе. Но тут, смотря сколько вы его пьете, пока что мы ничего там не наполняли. Своей покупкой я очень довольна, спасибо вам огромное. У меня только один вопрос. Почему я не купила ее себе раньше? Говорят, что будут очень повышать цены, поэтому я присматриваю новую камеру. Возможно, я ее приобрету, но пока что не ясно, потому что вся эта ситуация, к сожалению, затронула и нас. У меня уже отменены некоторые проекты, которые были запланированы на март, апрель и май. Вот, и я вам говорила, что мы сдаем в аренду некоторые помещения, и там у девчонок частная небольшая, ну, назовем это клиника, и они диетологи. Вот, и они также вынуждены закрыться и попросили у нас не платить аренду в эти месяцы. Так что это касается каждого, к сожалению. Я надеюсь, что скоро это все закончится. Я стараюсь не думать, ну, не то чтобы не думать, а не загружаться. Я даже перестала смотреть новости, потому что это очень сильно нагнетается. Я очень ответственна, еще раз повторюсь, отношусь к этой ситуации, но уже даже нет сил смотреть, поэтому я стараюсь себя как-то отвлекать. Я купила себе курс по обработке фотографий. Мне это нужно. Я делаю фотографии не только для себя. В основном для себя я особо не стараюсь, особенно для своего инстаграма. Я вообще крайне редко там что-то выкладываю. Потому что нужно и текст продумать. Чаще всего, вы знаете, когда есть какая-то фотка, и мне хочется что-то написать, не заумно, а чисто от себя. Тогда я это делаю. Вот. А для других профилей я тоже делаю некоторые фотографии для бренда. Вот. И купила себе курс по обработке. Я думаю, что сегодня вечером этим займусь. у меня доступ на 180 дней. И за 180 дней мне обязательно нужно выучить что-то новое. Просто, как знаете, дополнительная мотивация. Типа, нужно себя чем-то занимать настолько, чтобы в голове не оставалось места для негативных мыслей. И вам тоже советую попробовать организовывать все свои мысли таким образом, потому что реально это все очень-очень сильно угнетает. Ну и, конечно, когда есть дома дети, то ты постоянно чем-то занят. Я вот сейчас сижу и не могу поверить, что никто ничего от меня не хочет. Аж боюсь громко говорить. Надеюсь, вам со мной было интересно. Если да, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Пошли вам лучики добра. Держитесь. Скоро все наладится. И давайте будем вот такой виртуальной поддержкой, виртуальным позитивом друг для друга. Я вас очень крепко обнимаю. Берегите себя. Всех целую. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.